Чемпионат Азии по самбо Чемпионат Азии по самбо Чемпионат Азии по самбо Чемпионат Азии по самбо А мы это съемочная группа телеканала Бокс ТВ Экс чемпион мира по профессиональному боксу Руслан Проводников Его менеджер Вадим Карнилов А также российский самбист Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо Заслуженный мастер спорта по самбо Мастер спорта по джидо Мастер спорта по вольной борьбе Виталий Минаков Он также является профессиональным бойцом смешанных единобор И бывшим чемпионом Беллатора Открытие чемпионата мирового уровня По традиции проходит ярко и красочно Парад участников чемпионата Театрализованное представление Слова поздравления и напуствие официальных лиц В этом году монгольское самбо празднует свой 50-летний юбилей И союз самбо Азии принял решение провести здесь В Улан-Баторе в Монголии свой 25-летний юбилейный чемпионат Азии Вот такой получился азиатский коктейль 50 лет самбо Монголии Это верхомая веса в азиатском континенте И история самбо Монголии очень богата Богата результатами и своими борцами Поэтому мы в Ташкенте в прошлом году в конгрессе Приняли решение о проведении в Улан-Баторе данного чемпионата Так как это юбилейный Вы знаете, что еще 25-й чемпионат Азии И вот два юбилея у нас как бы сопутствуют И все проходит на родине великих борцов в Монголии Самбо в Монголии имеет тоже свои корни и своих чемпионов мира Рассказывает президент Монгольской Федерации самбо Дош Палам Гэрел И чемпион мира Халиун Ангар Самбо у нас 50 лет развивается А сегодня вы, наверное, первые результаты видите После 50-летия Поэтому мы в рамках 50-летия самбо Монголии Мы проводим азиатский чемпионат И вы, наверное, уже слышали, что 14 стран Больше 220 человек, спортсменов Участвуют в этом соревновании Мы после 23 лет получили эту возможность Очень большое доверие было со стороны ФИАСа Я вообще хочу поблагодарить ФИАСу, что они оказывали доверие нам И мы организуем это мероприятие В 1992 году я первый раз пришел в секцию самбо Мой отец сам был борцом Я решил пойти по стопам отца И связал свою жизнь с самбо С первых тренировок мне очень понравилась самбо Я решил продолжить им заниматься И сам стал чемпионом Монголии по самбо Чтобы стать чемпионом мира Мне пришлось 25 лет усердно тренироваться В Астане в 2005 году я стал чемпионом мира по самбо Пятикратный чемпион Азии Обладатель Кубка мира Четырнадцатикратный чемпион Монголии по самбо Сейчас я генеральный секретарь Федерации самбо Монголии И очень этому рад В данный момент вся моя жизнь связана с самбо Моя жизнь это самбо Самбо относительно молодой Но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства Основанием технического арсенала самбо Служит комплект наиболее эффективных приемов защиты и нападения Отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира Число приемов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства Философия самбо – система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, атеатизма и гражданственности В 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признан национальным и приоритетным видом спорта в Российской Федерации Самбо – уникальное единоборство, популярное во всем мире Самый единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения Самбо – это оверже жизни Гуд telling – riding наüyorsun of CA Всё архитурная Самбо – очень рад�� прочности Извали в perdeх Это моё любимое спорту, моя жизнь, моя жизнь, работая им всех Бại слева – это спорт, чтобы продолжить хран kaufen в ММА Самбо – это tierέзian Самбо – это для энергии Самбо –한다 с натуралом Это моя жизнь Самбо витку Мне – это 5% RT Санба – это наша судьба. Это моя будущая, моя любовь и все. Моя жизнь. Санба – это любовь. Это путевка в жизнь. Это идея Родины. Это путь к победе на ковре ее жизни. Это большая семья и дай бог, что она быстро зашла в олимпийскую семью. Мы надеемся в олимпийском спорте. Санба – это большая семья. История Международной Федерации достаточно серьезная. С 1985 года длится наша история. Я считаю, что за последние 8 лет, когда стал президентом Международной Федерации, Шестаков, Василий Борисовича. Определенный всплеск произошел в развитии. То есть, я думаю, что достаточно много интересных людей включилось в эту работу. И я, в принципе, на протяжении 40 лет наблюдаю за развитием самбо. Вот действительно ощутим этот всплеск. Международная Федерация Самбо, ФИАС, это неправительственная общественная организация, объединяющая национальные федерации. ФИАС является единственной признанной международной организацией, которая руководит развитием самбо в мире. 88 национальные федерации членов ФИАС, 20 национальные федерации кандидатов членов ФИАС, 120 стран, в которых практикуют самбо, 5 континентов. Самбисты есть во всем мире. Это реальные страны. Это реально. Вы сегодня смотрели, видели и Индонезия, и Филиппины, и Тайвань, и так далее, и так далее. То есть, появляются такие страны. Вот недавно я был Тринидатой Табаго, и добирался туда 25 часов. Мы проводили там турнир Карибского бассейна. Ну, и там знают самбо, да, и любят, и знают. И даже и спортсмены с Тринидатой Табаго становятся призерами чемпионата мира. Поэтому география вот такая, она обширная. На протяжении всего периода своего существования ФИАС проводит серьезную работу, благодаря которой поклонники самбо появлялись более чем в 100 странах на всех континентах. Каждый год все новые государства открывают у себя секции и клубы, а также проводят национальные чемпионаты по самбо. В абсолютном большинстве стран, которые развивают самбо, действуют национальные федерации, входящие в состав ФИАС. Они получают всестороннюю поддержку от организаций. А признание всех национальных федераций национальными олимпийскими комитетами своих стран является одним из главных приоритетов работы ФИАС сегодня. Дисциплины соревновательного самбо – это спортивное самбо, боевое самбо, пляжное самбо. Самбо, оно может совершенствоваться в бесконечности. То есть мы ищем формы. В Сочи мы показали. Так случилось, что приехал парень из Латинской Америки без ног. А мы не ожидали, мы купили билет, думали, что приедет здоровый парень. И мои помощники, которые отвечают за этот регион, они говорят, что делать? Человек вообще без ног. То есть ноги отрезаны ниже колена. Я говорю, то, чего мы боимся, мы из этого сделаем шоу. Я договорился с режиссером мероприятия, с режиссером телевидения. Вышел мой аспирант-китаец, который боролся на этих соревнованиях в Санкт-Петербурге. И мы сделали такую демонстрационную схватку инвалида и здорового человека. Когда он зашел на коленях в зал, то сколько там было зрителей, 5000, все встали и стоя аплодировали. Самбо, оно такое, оно такое неожиданное, оно дерзкое, оно вот всеобъемлющее. Я так это чувствую. Самбо в Монголии, скорее, это целый культ и единоборство. Борьбой здесь занимается весь народ. И как факт, президент Монголии является чемпионом мира по самбо в 1983 году. Вице-чемпионом мира 1986 и 1990 года. С 1986 по 1989 год член национальной сборной Монгольской народной республики по самбо и дзюдо. Народ Монголии считает его самым крутым президентом. Всенародную любовь он завоевал не только своими победами на ковре, но и на политической арене. При его провалении Монголия набирает обороты в развитии. Айтмалгин Батулга, президент Монголии с июля 2017 года, от Демократической партии. Родился он в 1963 году в Улан-Баторе. Окончил училище изобразительных искусств Монголии по специальности художник. Работал художником в Комитете изобразительных искусств Монголии. Член национальной сборной по самбо и дзюдо Монголии. Занимался бизнесом. В общем, очень разносторонний человек. Достойный человек своей страны. Мы отмечаем 50-летие самбо в Монголии. Это один из видов спорта, который имеет давнюю историю. С другой стороны, это 25-й чемпионат Азии, который проходит сейчас в Монголии. Это юбилей. Я сам занимался спортом и становился чемпионом мира по самбо. И очень рад этому. И так как я сам занимался этим спортом, наш народ очень хорошо относится к самбо и знает его. В свое время, когда начиналась история самбо в Монголии, было много российских специалистов, которые работали со спортсменами. В то время, когда я сам занимался этим спортом, национальные команды по самбо и дзюдо тренировались вместе. Монголы очень любят борьбу и отправляют детей с раннего возраста заниматься борьбой. Очень много приемов, которые существуют и в национальной борьбе, и в самбо. Разница в том, что в национальной борьбе нет весовых категорий, а во-вторых, нет борьбы в партере. Спасибо вам, друзья. Много именитых спортсменов приехали на этот чемпионат, а также личных друзей президента. Один из них – Владимир Геннадьевич Япринцев. Несмотря на то, что самбо – это чисто советский вид спорта, но в Монголии оно пришло очень давно, 50 лет тому назад, и традиции очень богатые. Я сам на себе испытал первый чемпионат мира, я проиграл своему другу Жамсану, трехратному чемпиону мира. Очень интересные борьбы. Конечно же, их мастерство стоит на национальных видах борьбы. Их очень тяжело бросить. Все знают, что они хорошо стоят на ногах. Очень грамотные, очень сильные, очень волносливые борцы. Кроме того, что у них сильная самбо, я знаю их как людей, что они очень хорошие друзья, очень добрые, гостеприимные люди. На сегодняшний день, я хочу сказать, конечно, немножко мне обидно это говорить, но самбо немножко утратило свои привычные позиции. И, скажем, самбо, ведь не секрет, что самбисты всегда были, скажем так, подночки снарядов для дзюдоистов. И сегодня те дзюдоисты, как тот же Туши Бояр, олимпийский чемпион под дзюдо, знаменитейший, самый известный дзюдоист в Монголии, он начинал с самбо. И Айю Дуэн, также чемпион мира, генеральный секретарь, он тоже боролся и в самбо, и в дзюдо. И очень много. И, конечно, мы гордимся, что господин президент Батулга является чемпионом мира по самбо, обладателем Кубка мира по самбо. И сегодня он руководит федерацией дзюдо. При нем дзюдо расцвело, и все последние успехи дзюдоистов, конечно, во многом благодаря его усилиям и его вниманию. Также мы узнали, что здесь присутствует бывший соперник президента, болгарский спортсмен Димитр Димитров. Это было много лет назад. Это было в 84-м году. Тогда я боролся на 48 и потерял полуфинал. И мой тренер сказал, если поэтому что-то загубил, потерял полуфинал, завтра тебе накажу и будешь бороться на 52. И тогда первая встреча была с Батулга, а он чемпион мира был. Прошлым годом, в 83-м, я был второй на 48 и выиграл Тихче, Тихче Монголия тогда. И первая встреча с Батулга, он ганял много килограммов, а у меня не было проблем с килограммом, и я его выиграл там. И от соперники стали самые хорошие друзья. До дня в день я его не увидел 30 лет назад. Сейчас был очень хороший для меня момент, когда мы встретились и говорили. Вот и прошел первый день чемпионата Азии. Первые победы, первые награды. Наша команда тоже приняла участие в этом событии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова